это компания которая занимается рекламной продукцией у них есть станки у нас видео есть на ютюбе можете посмотреть друзья здесь компания которая занимается производством материалы здесь мы изготавливаем основные детали для наших макетов а вот здесь для катушек пазы как вот это акрил пятерка для магнитов здесь отверстия вот и третья это просто шайба из пвх 10 миллиметров соответствует здания вот эти закручены только небольшого масштаба не такие как в дубае для транспортно-логистической системы городу высотой где-то метр много деталей очень сейчас режем детали на генератор нарезать достаточно быстро и пока режутся множество деталей для макета можно заняться сборкой генератора вот так просто все по приоритету вот такой вот ротор на 24 магнита облегчили его чтобы легче было вращать и сейчас он сделает статор и все можно ехать генератор собирать по кабельнице стальной макете очень приятно когда что-то нарисовано на компьютере что-то начиная смесли так быстро воплощается в жизнь ты уже держишь это в руках сейчас ведутся работы по проектированию и изготовлению макета проекта город с каждым выпуском мы будем показывать как что делается по какой технологии я думаю это за этим будет интересно смотреть по чуть-чуть дозированно тезисно рассказывать о проекте о чем он вообще какие у него преимущества и в целом за несколько серий у вас будет в голове собираться некий пазл который хотя бы 70 процентное понимание сути данного проекта на данном этапе переданы в производство данные башни ветрогенератора многие удивятся а причем тут башни но данные проекты город и ветер могут дополнять причем отлично это дело эффективно то есть башни ветра могут обеспечивать данные ячейки города электроэнергии тем самым это будет еще и экологичный город помимо того что он является городом без автомобилей то есть какие-то преимущества будем рассказывать на данном этапе думаю важно закрепить что это наземный город то есть он расположен в уровне земли мы не закапываем эти уровни он имеет четыре функциональных уровня подробнее будем все это освещать как какая функция у какого уровня и зачем она скажем что на данном этапе вот здесь у нас расположены здание и вот эти ячейки города можно сказать что это некие кварталы которые могут распространяться присоединяться увеличиваться как-то комбинироваться между собой четвертый уровень у нас вот этот зеленый с пешеходными дорожками покажем как он делается а также у его функциональное значение это перенесенный плодородный именно слой земли где у нас получается чистая природная среда где можно это рекреационная зона то есть зона отдых прогулок то есть зеленых насаждений здесь могут спокойно существовать животные и никакого вреда технологические сферы не будет наносить то есть это максимальное сохранение и возмещение того что мы как бы забираем у природы и еще важная особенность этого проекта это то что это город без машин это целая удобная городская экосистема отдельная также вокруг данного макета будет среда уже можно сказать устаревшая неудобная с хаотичной застройкой ну и мы покажем как раз сравнение разница сейчас вот проектируется среда вокруг данного макета и уровни не лежа лежащие сама сборка здания будет осуществляться вручную то есть склеивается каждая секция отдельно постепенно набираясь деталь за деталью номер за номером это очень кропотливая и долгая работа каждая деталь сортируется разбивается по номерам по размерам и постепенно собирается на компьютере это выглядит очень просто и быстро вот метод построения но в реальности это занимает достаточное количество времени сборка такого здания и постепенно поэтажно она выстраивается по такой же в принципе технологии может собираться и обычное здание то есть возводится этажами перекрытиями затем на определенной высоте будет происходить обвязка то есть соединение общей какой-то конструктивным элементом чтобы они в жесткой раме были и уже возводится следующие этажи в общем и в общем и 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 В общем, мы уже подходим к последним тестам в плане размера генератора. Вот такой вот еще сделали. Чтобы увеличить радиус, сделать максимальное количество катушек, магнитов. И понять, понадобятся ли нам такие генераторы для макетов побольше. Или, возможно, даже будет с Мессом использовать их в небольшие макеты, расширить платформу. Ну, чтобы прям все, скажем так, возможные варианты наилучшие проверить, найти золотую середину. Уже есть генератор, который очень хорошо работает. Но все же есть непонимание, что до броги можно и лучше. Вот. Поэтому сегодня уже сможем вот этот затестить. Сейчас поставил катушки. Запитываем их временно, просто скручиваем для теста. Вот. Потом, если все хорошо, уже там укоротим, запаяем. Ну, вот. Как-то так. Оборотов 40 в минуту достаточно, чтобы освещать здание. Когда я так выставил, потом подровнял. Так чисто эту линию сделал. Потом, когда уже клей нанес. И уже... Ну, или там три генератором. Ну, черканул. И уже эту бумагу вставить. Производство модели этой здания такова, что оно разделено на некие сечения каждые 12 мм. И эти 12 мм разбиты уже на перекрытие, то есть имитацию перекрытия и этажа, чтобы оно читалось как здание. В итоге мы получаем большое количество деталей. 88 этажей. У каждого есть свой номер. Некие отверстия под связующие элементы, вот прямоугольные штапики, через которые мы будем их собирать. То есть вот здесь можно посмотреть, как оно выглядит, насколько сечение оно разбито. При сборке модели будут сымитированы некие колонны, которые располагаются каждый на своей высоте, со смещением внутри. И в этих местах будет отверстие. И вот они как соединительные элементы, штативы. В этом есть своя сложность. Потому что если бы у нас было обычное здание, которое загручено вокруг своей IC, как, например, башня ДНК в Москве, можно было использовать один стержень и просто смещать этажи зданий на некий градус и достигнуть формы. Здесь же форма сложнее. И вот более такой кропотливый способ сборки был использован. Друзья, это уже макет, который относится к проекту город. Это здание, которое будет размещаться на транспортно-могистической системе. Таких зданий у нас будет четыре. И вот первые собираем. Кто внимательно смотрит канал, те знают, что такое же здание, только высотой 3 метра 20 сантиметров, мы отвозили в Дубай. Благодарю, хорошие дни. А вы заказали машину или там заказали? Я заказал. Оценить пойдем? Да, да, конечно. Вот у нас ротор будет как раз на этот макет. Ну, это и детали генератора. Так быстро все. Чтобы не ездить, здесь сразу на такси просто ребята отправляют. Итак, я тебя отправлю. Это акрил 2 мм, это, наверное, ПВХ 2 мм. Весь мусор пусть собирает нам. Если он не нужен, мы его используем. Ну и кружки вот эти, наверное, акрил прозрачный 2 мм. И вот эти кружки, ну, любой прочный, там, 2-3 мм материал какой-то. Это вот сюда кружки, это кружочки световой макет. Ну, хорошо, да, скидывай. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok